Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. С вами Олег Сломаха и Артем Капустин. И мы открываем цикл роликов, посвященных атомным шахматам. На мой взгляд, это очень интересный вид шахмат, который позволяет ответственно относиться к каждому ходу соперника, а также помогает в плане решения тактики в обычных шахматах. Что скажешь, Олег? Ну, я соглашусь. Правда, я в шахматы атомные редко играю, и специфику здесь их не особо так понимаю. Поэтому мне будет самому интересно послушать лекцию, которую для нас заготовил Артем Капустин. Ну, я хотел бы привести несколько роликов. А в самом первом из них мы вам расскажем основные правила игры в атомные шахматы, а также возможное развитие в самом начале партии. То есть, если вы захотите после просмотра этого ролика сыграть первую партию, вы гарантированно не проиграете в первые два хода. Это мы точно можем гарантировать. Ну, давай, объясняй правила, Артем. Ну, основное отличие атомных шахмат от других вариаций заключается во взятии. Потому что после взятия происходит так называемая аннигиляция. То есть, если мы сейчас попытаемся взять конем на G7, то по правилам атомных шахмат с доски снимется не только пешка G7, которую возьмем, но и также фигура, которой было совершено взять. Но и это не все, потому что ядерным взрывом, который произошел на поле G7, заденет и поля, располагающиеся рядом с этим полем. Ну, то есть, все вокруг поля. Все вокруг поля. Но в живых останутся только пешки по правилам атомных шахмат. По правилам атомных шахмат, да, пешки это довольно-таки, так сказать, ну, юркие фигуры. Но в дальнейшем сразу хочу предупредить зрителей то, что под понятием фигуры мы будем подразумевать и пешки тоже. Но после взятия пешки останутся живы. То есть, оставлю выделенным только те фигуры, которые уйдут с доски. То есть, мы можем проверить. Действительно, пешки H7 и F6 остались на своих местах. А фигуры, а также те фигуры, которым было совершено взять, и ту, которую взяли, снимаются с доски. Вообще, существует несколько вариаций атомных шахмат, и они тоже отличаются взятиями. Вот, как мне кажется, вот этот вид наиболее интересный, который используется на ЛИЧС, в том плане, что пешки остаются в живых. Но существуют другие виды атомных шахматов, которые и эти пешки также бы снились с доски. Но еще и третья вариация, которая мне известна, это еще поле, на котором было совершено взятие, оно становится радиационно опасным. То есть, через него не может, скажем, пройти ладья, а также на него нельзя поставить никакую фигуру. То есть, предел фантазии нет конца, так скажем. Но мы рассмотрим вид атомных шахматов, в котором пешки остаются на своих местах. Основной целью игры в атомные шахматы является взрыв короля соперника. То есть, если мы в данном случае возьмем не на Ж7, а на Е7, то белый победят. Также на ЛИЧЕС фиксируется победа после совершения открытого нападения на короля, то есть шаха в обычных шахматах, после которого нельзя сделать две вещи. То есть, во-первых, здесь ход белых, и мы можем дать шах, х5. От этого шаха нельзя королем не убежать, нельзя ничем не закрыться, а также нельзя уничтожить фигуру, которая дает шах. То есть, следующим ходом белые угрожают этого короля забрать и, следовательно, взорвать. Но, как правило, шаха никогда не убивает, от шаха никто не умирал. И в данном случае у черных есть единственный легальный ход, который они могут сделать, это взорвать короля на один ход раньше. Да, вот об этом не следует забывать. Мы когда с Евгением Новиком играли, мы все время про это забывали. То есть, когда вроде бы шах стоит королю, и происходит так называемый стереотип. То есть, как мы уже годами, ну, выученные обычными правилами, знаем, что когда шах, соответственно, король-то должен избавляться от шаха. А здесь он вовсе не обязан от шаха избавляться, а просто своим ходом сам же нападает на короля. Ну, то есть, если бы, например, даже можно было не взорвать короля, то, наверное, еще у черных был бы легальный ход коньбит c2, или не было бы этого хода. Нет, Личес фиксирует победу, если как раз нет такого ответа. А, то есть, если нет ответного взрыва, да? Да. Именно взрыва короля, а не фигуры. Да, конечно. То есть, считается то, что дальнейшая борьба закончена. Потому что даже я сам, когда только начинал играть в атомные шахматы, мне делали подобный шах, от которого нет защиты. И игра продолжалась. Я не понимал, что делать. Я нажимал на кнопочку сдаться. И уже потом, узнав подробно правила, я узнавал то, что у меня был как раз вот такой ответный взрыв. А, то есть, это в самих правилах заложено. То есть, игра, получается, то есть, просто игра не позволяет сделать ни единого хода легального, кроме как коньбит f1, да? Да. Это первая вещь, которая не позволяет победить после шаха, от которого нет защиты. На второе мы остановимся чуть поподробнее. Как мы уже говорили, в атомных шахматах цель взорвать короля соперника, взорвать короля непосредственно, либо задеть его конкретным взрывом. Это приводит к тому, что сами короли, они не могут совершать взятий. И все остальные фигуры для королей, в том числе и вражеский король, он неуязвим. Это приводит к тому, что два короля могут стоять рядом с собой. Ведь они друг на друга, по сути, не нападают и не могут взять друг друга. На этой диаграмме сейчас ход черных и последним ходом казалось бы тоже белые замотовали. Они дали шах, от которого нет защиты. Но здесь вступает в игру такое правило, что если атакующая сторона дает шах, и если бы им сейчас дали еще один ход, которым они бы взяли вражеского короля, если при этом свой король не пострадает, то игра завершенная и это мат. Как, например, можно было бы сделать в этой диаграмме, скажем, например, вот таким образом. А, это мат, потому что нет ответного взятия. Да. Согласно правилу, которое я только что сказал, если бы мы сейчас белым дали бы еще один ход, они бы благополучно взорвали своего короля. Свой бы не пострадал, потому что на противоположном краю доски. Теперь вернемся к последней позиции. И вот мы видим, что если мы возьмем своего короля, короля противника, то свой тоже пострадает. Согласно правилам атомных шахмат нельзя совершать ходы, которые также приведут к взятию своего короля. То есть сейчас у черных три хода. Первый это уйти на С1. Это нелегальный ход, потому что король сам добровольно идет под шах, и его следующим ходом возьмут. То есть это равносильно сдаче, но такой ход в атомных шахматах не разрешен. А, нет хода, да, король С1? Нет хода. Потому что ну очень нажать на сдаться, если ты сдаваться таким образом не разрешено. Также нет хода король С2 по этой же причине. Третий ход это АБ, но в этом случае взорвется свой король. Таким образом все три хода у черных нелегальны. Но тем не менее, если сейчас белым дать еще один ход, то они своего короля взорвут. Поэтому это ничья. Оригинально. А как она вообще возникла? Такая позиция. Ну, скажем так. То есть это позиция из моей реальной партии, где я не смог выиграть, и я решил каким-нибудь образом выбить короля из угла, противника, я подумал, что после этого хода король черных сможет как-то уйти, и я оттесню. Но тем не менее, лично зафиксировал ничью. А если ферзь С2, например, вместо ферзь Б2 играть? Ну, король Б2. То есть король не может сделать ход, скажем, король С1, где взрывает только его. ход король Б2 легальный, потому что белые при взятии короля взорвут сущего своего. А такой ход нельзя делать. Ну, это достаточно сложно. Я вот это не очень понимаю. Почему, например, король С1 нельзя, а король Б2 можно. то есть черные получается могут таким образом ходить и вставать под любые удары, но при этом они остаются в безопасности из-за того, что страдает и король белых, да? Конечно. И это, опять же, получается пад сейчас у нас. Или нет? А, нет, сейчас ход белых они могут распатовать. Да. Но тут выигрыш достигается другим способом. Ферзь Б1, скажем, король С3, Ферзь Б3. Если король попытается вернуться, то маленькая неприятность. А, и короля не задело. Да. А вот если на пустой доске вот как раз возможность сблизиться с королем атакующей стороны как раз он переводит к ничейным ресурсам. Вот рассмотрим другую позицию. То есть это похоже, знаешь, на ситуацию такой из реальной жизни, например, когда вот, допустим, человек в безвыходной ситуации, да? Когда вот, например, кого-то там берут в заложники или прочее, он там хватает гранату, ну как в фильмах боевиках, да? Он хватает гранату, выдергивает чеку и при этом говорит там, типа, не подходите, типа, взорвемся. Причем взорвется как он, так и, соответственно, тот человек, которого он захватил. И в результате получается патовая ситуация. Да, именно так. Погибайся к ни одному. Ну вот. То есть и вот именно надо объяснить просто для зрителей, что такая вот ситуация возможна, достаточно любопытная. Да. Ну и ввиду того, что я уже говорил, два короля могут сблизиться на доске, это приводит как раз к некоторым ничейным ресурсам. То есть, например, рассмотрим данную позицию, здесь ход черных, и если не используют как раз тот момент, что можно сблизиться к королям соперника, то черные проиграют. То есть, в данном случае сейчас белый ферзь, он никак не может разъединить обоих королей. Он может подойти вплотную, но у короля всегда будет клетка, чтобы стоять рядом с вражеским королем. Если же воверами не сблизиться, а сделать какой-нибудь другой ход, то после этого белый легко заматует, постепенно прижимая к краю доски. Белый ферзь справится спокойно один с этим. Причем здесь уже вынужден взять, да, он и взорваться. Ну, уже мат фиксирует сейчас. То есть, уже вот на этом ходе игра заканчивается. А, потому что нет хода король c8, и король e8, надо пояснить, что эти ходы были бы возможны, например, если бы король стоял на поле f8, белый, тогда бы у черных был ход король e8. Я правильно понимаю? Да, вот сейчас можно спокойно это повторить. Скажем так, мы пытаемся настичь, мы стоим рядом с королем, бегаем своим, держимся рядом, так, ну, это оригинально. Вроде, как получилось разъединить, но, к сожалению, увы. Это не получается сделать даже в углу, как было на предыдущей диаграмме. Ну да, король камикадзе, короче, то есть, в этом случае надо именно королем бежать, но здесь не получается. То есть, можно вывести правило такое для атомных шахмат, что если король стоит на одну клетку от вражеского короля, то ничья достигается при своем ходе, да? Да. Можно же такое правило вывести? Если более чем на одну клетку, то поражение. Если у соперника ферзь. Ну, конечно, именно. Когда в цветной уже там трудно вспоминать всякие практические нюансы, то вспомнив это правило, вы вовремя сообразите, что нужно приближаться к королю. То есть, если вы понимаете то, что у вас безнадежная позиция, а соперник начинает проводить ферзя, то ищите спасение в том, чтобы быстрее, как можно быстрее приближать к королю соперника. Так, ну что, достаточно интересно. У нас прошло уже 15 минут. Думаю, наверное, на этом стоит закончить первый урок. Если зрителям интересно, то они, соответственно, проголосуют за продолжение. Но это уже будет в следующей серии. На сегодня же с вами были Олег Сломаха и Артем Капустин. Спасибо всем и всем пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok